всем привет дорогие друзья подключайтесь я пока сделаю шеринг и вы тоже всем привет жду ваших реакций здоровайтесь чтобы я понимал что кто-нибудь пришел а левого кто тут кто тут все молчат привет сейчас как обычно как наберем человек 10 так и начнем сегодня наверное самый важный период запада хотя в этом случае для меня лично расскажу почему период запад у меня он проходит под номером 5 стану так и разделил творчество запада 5 периодов и сегодня период 79 79 82 вот так получилось у нас 79 82 но это не 6 пластинок из них 2 2 3 двойных 1 тройная значит сколько получается я что-то даже с трудом могу посчитать такое количество альбомов 3 двойных 6 плюс 1 тройная 9 еще 2 одинарные один из пластинок сегодня обсудим это мой любимый период и очень персональный для меня всем еще раз добрый вечер покупайте пожалуйста билеты по возможности вот сегодня наверно будет самая моя такая душа щипательная для меня передача самая насыщенная но в общем у запад это тоже был период очень важный во всех отношениях переход с одного лейбла на другой и полностью изменение состава музыки и смена составов внутри уже группы запа и огромное количество всяческих успехов хитов и даже выпуска hello ну что начинаем тогда какой-то к ворум там или как это называется есть мы сегодня обсуждаем период запа 79 года по 82 год это тот момент когда закончились практически разборки с фирмой ворнер и запа выпустил наконец первый альбом на своем лейбле который назывался запа ворнер не отпустил его до конца будет я потом об этом скажу и итак запа в семьдесят девятом году выпускает вот такой двойник он называется шейкер бури это каноническая фотография запа здесь он с мундштуком у меня конечно не такой крутой мундштук называется он еще раз шейкер бури и мы видим что запа пьет курит винстон обычный и пьет кофе почему-то из из пластикового стакана даже в студии ногти у него тоже плохо подстрижены как у меня в общем не в этом дело шейкер будь это вовсе не шейкер бути как у нас переводили а шейкер буди обозначает трясите своей попой когда танцуете шейкер бури это три слова бури это попа вот такой альбом двойной привет олег всем привет распространяйте пожалуйста информацию дальше этот альбом был у меня вторым или третьим в моей жизни еще я будучи совсем юным молодым человеком можно сказать даже тинейджером и поэтому для меня это специальный очень альбом на котором запа уже очень круто научился объединять концертные записи дописывать их и вставлять них другие куски то есть здесь лишь половина треков звучит как концерт даже меньше а другие звучат просто как-то вроде как очень живенько но что-то странное то есть до запа научился дописывать стреки в студии чтобы это звучало с одной стране стороны живо с другой стороны было бы еще больше всяких прибамбасов естественно как и все альбомы предыдущий запа этот этот двойной альбом то есть четыре страны объединены в одну рок-оперу который называется шейкер бури то есть трясите своей попой с вами батоксами и так далее и говоря о составе здесь уже появляется два чернокожих гитариста еще один гитарист это ними не малоизвестный конечно же гитарист потом king crimson и дэвида бога и сначала потом king king crimson и нового это адриан белью то есть вот на этом альбом он приходит и на концерте я покажу вам записи он выступает ну а пока для начала первая песенка и с ней сразу история даже не сколько как я уложусь сегодня песня называется а я в беномью то есть я был в тебе и это вовсе не просто какая-то песня очередная стёб над каким-то там сексом или так далее дело в том что его любимым объектом насмешек был британский гитарист питер фрэмптон вовсе не потому что он плохой музыкант или или там плохой певец или песни просто в какой-то момент 75-м году питер фрэмптон начало слишком активно использовать педаль который называется ток бокс это когда ты голосом поешь в трубку такую для кишки такая трубка и потом это идет в педаль и в общем такой вакодор как бы гитарный а в итоге это смешивается со звуком гитары и практически ты поешь что угодно там мычишь туда а гитара играет звуком а таким голосом и он начал это активно использовать и запов книги своей стебался над этой фигней то есть типа вот там в горит в каждом виде ларьке лос-анджелеса продавался его двойник под названием питер фрэмптон камзе лайф но более того после этого альбома фрэмптон выпустил смешной альбом под названием хороший кстати альбом под названием а меню то есть я в тебе уже ты вообще заметила что я в тебе и вот эта запись показалась смешным как бы и действительно так и есть и он написал песню посвященную ну песня посвященная практически вот что этим альбом питера фрэмптона который называл назывался мой он он сделал название ахер бененю бейбе они его билями на бене и левую литс файны и буксу файны ну как бы то есть я был в тебе ты была во мне а ты вообще заметила вбин и на учу я входил и выходил и так далее прекрасная песня в стиле соул ду воп и это такая просто мирная песня про любовь но кто-то там и нею кто-то алчу выдая вели нею удалчу то есть как бы понятно но это на самом деле реальная история обращать внимание на странного этого гитариста Питера Фрэмптона, который любил, как он говорит, голосом Данна полконцерта играть, но он улегся действительно. Питер Фрэмптон, много кто применял эту примочку. Конечно же, до него применял активно и Джо Уолш, потом будущий Иглз, до этого гитарист блестящей группы Джеймс Гэнг, а также, конечно же, Барнсторм его группы. Ну, а потом он стал участником Иглз и до сих пор им является, вот по сей день они выступают уже без основного одного участника. Вот такое начало альбома, казалось бы, не превращает ничего такого, не превращает ничего такого катастрофического, но следующая песня уже являлась одной любимой и у меня, и у всех, кто тогда слушал эту песню. Она называется Flakes, состоит из двух частей. Здесь хорошая пародия на Боба Дилана в середине концерта, в середине песни. Там хорошо изображают вокал Боба Дилана и на гармошке, и как бы ЗАП разговаривает с Бобом Дилан, типа, take it away, Bob. И Боб рассказывает, well, I ask him as I could, if they could surely would, my car would be finished on Friday. И там на гармошке едут такой солд-типичный. Тра-тра-тра-тра-тра. Вот. Это надо слушать, послушайте эту песню, она называется Flakes. Смысл в том, что какие-то работники вот эти, которые оккупировали Калифорнию, они все предлагают автоуслуги. Ну, практически, как у нас вокруг Москвы. У нас сплошные какие-то автоуслуги. Я бы никогда в жизни, если бы даже водил автомобиль, глянь, глянь, а в сердце Рейган у меня. Но это потом. И вот эти работники Flakes, то есть это обманщики, то есть они предлагают те услуги, ты сдаешь твои автомобили, они что-то там курят, дуют, там выпивают. Приходишь, говоришь, ну а где машина-то? Да, мы еще не доделали. Ну, то есть смысл в том, что это вот такие. И потом идет разворот по полной программе не про политику, а про социальное общество США. То есть там всем досталось хорошо, и Боб Дилан выступает как бы в роли свидетеля, что да, вот там... В Советском Союзе была такая легенда, что это на самом деле Боб Дилан. То есть люди реально ничего не понимали, ничего не слышали, и говорили, да ладно, это настоящий Дилан поет. То есть они даже не могли себе представить, что, во-первых, Дилану вообще довольно легко изобразить, если ты просто даже закончил там какой-то ПТУ в Америке, где тебя учат там пародировать кого-то, петь или там играть на чем-нибудь, или в театре, если в кино, то вообще как бы ты должен спеть как Дилан, и как Рей Чарльз, потому что иначе тебя не возьмут даже подыгрывать в Колливуде. Как вы знаете, там все актеры поют сами. Вот. И вот такая композиция «Флейкс». Она длинная, она состоит из двух частей, но она прекрасна от начала до конца. Мы тогда не толком не понимали, о чем там поется, но были тексты, и, в общем, как-то потихонечку я разобрался, в чем там дело, и узнал уже больше о Штатах, и конкретно о Калифорнии. Сейчас я возьму спички и вернусь к вам. Как я уже сказал, пришли два замечательных негритоса к нему, оба поющие, оба таких небольшого роста, плотные мастера своего пения. Одного зовут, как ни странно, Рей Уайт. Представляете, такой абсолютно черный дядя, плотный, закачанный, поющий любым абсолютным голосом. Хочешь, это Джимми Хендрикс изобразит, хочешь, там оперное пение они изображали. А второго звали Айк Уиллис. И вот они, у него и так хватило вокалистов, в том числе поет, я поставлю несколько песен поет, и Адриан Белью, будущий участник Дэвида Боуэй, и, конечно же, Кинг Кримсон. Но Запе всегда не хватало голосов, потому что он любил, чтобы каждый изображал свою партию, потому что он же начал выстебывать рок-оперы, конкретно, но уже не такие какие-то коротенькие, а у него были и три пластинки, и, как я уже говорил, даже пять, которые я вчера рассказывал, и сегодня мы еще одну пластинку в Порнер все-таки выпустил, нагадил ему уже в 79-м году. Так что здесь есть композиции инструментальные, я, конечно же, обращу внимание в основном на так называемые хиты, если можно так сказать, и очень известным хитом. Здесь немножко он проехался про Фредди Меркури. Конечно, это про показушную ЛГБТ-среду, которая давила вовсю уже на Западе в конце 70-х, и деваться было некуда, он особо их не трогал до этого момента. Это I'm in You. Да, это про альбом I'm in You. Дима правильно пишет, Дюран Мурбан. И вот эта песня называется Hey there are people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest guy in town. My car is fast, my... Чё там? My teeth are shiny. I can tell all the girls they can kiss my honey, honey, honey. Here I am in a... In a elite school, я не помню. Я ее пил когда-то, но это было давно. Короче, смысл в том, что как элитные мальчики превращаются в итоге в активное ЛГБТ, ЛГБТ, и начинают это пропагандировать, и все-таки там немножко такой там My name is Freddy, то есть как бы там Фредди, Фредди, там понятно, что про группу Queen уже все давно знали, потому что у них был общий любовник еще и с Элтоном Джоном, все про это знали. Я имею в виду у группы Queen и у Элтона. Вы знаете, да, американский продюсер? В фильме про Элтона в последнем про это есть. Короче, Запа немножко проехался по показушной, по показушной вот этой среде, которая сейчас-то они совсем как бы уже свободны, а тогда все-таки они, ну, в Штатах они всегда были свободны, скажем так, но в Европе тогда было не особо это разрешено, я бы так сказал даже. Ну, Амстердам и Голландия не в учете, потому что там всегда были свободные права, так же, как травокурение и прочие ограничения сняты. Но в Южных Штатах и в Чопорной Европе, особенно в католической ее части, конечно, это было очень сложно. На этот раз есть и композиция песня называется Dancing Fool. Как я уже сказал, большинство записей здесь концертные, доработанные в студии. Доработанные в студии. И вот этот Dancing Fool это конкретно про танцоров диско. Но, как вы знаете, многие люди просто не умеют танцевать диско и танцуют нелепо, не попадая в ритм. И вот там как раз поется о том, как человек... Я танцующий дурачок, как бы, но всем все равно, потому что я вот такой, как бы, какой есть. То есть, на самом деле, достаточно безобидная для Запа песня. Просто. Ама Dancing Fool. Даже если я не попадая в ритм, вообще не умею танцевать, ну, как бы, танцующий дурачок, как бы, есть танцующий дурачок. Другая песня, следующая, конечно, огромный хит, она называется Jewish Princess, то есть, еврейская принцесса. Она вызвала массу протестов, естественно, от бога избранного народа. Но песня дико смешная, и здесь нет, как бы, какого-то там даже наезда, а просто он мечтает о еврейской принцессе. Послушайте ее. Подробно там каждое слово вызывает у всех, невольную, должно вызывать улыбку, потому что это просто... поскольку у него в группе уже играло огромное количество представителей еврейского народа, он решил спеть про них песню, потому что они ему, естественно, эти байки и рассказывали про то, как у них в старорежимных, ортодоксальных, иногда, семьях выбирают невесту. И вот он наслушался этих разговоров, и написали они песню. Это, конечно, один из хитов его, но, как я уже сказал, тут ему досталось гораздо серьезнее, чем... со стороны, как это сказать-то, гомосексуального сообщества. Все дело в том, что Запп, он никогда не был ни левым, ни правым. Он сказал, что хуже демократов могут быть только республиканцы, а хуже республиканцев может быть только у Уорнера. Я, в принципе, с ним согласен. То есть, как бы, он одновременно высмеивал и религиозных фанатиков, и фанатов Джимми Хендрикса, и ЛГБТ очень активно, и так далее. То есть, любое проявление хамства, то есть, показухи своего образа жизни. То есть, если каждый будет выходить и кричать, давайте всем там, как вот я, отращивать бороду, а у меня-то нет, завтра ее просто сбери, она уже длинная. Мне просто лень бриться. Вот Заппа так же относился к этому делу, что когда все... Если всех заставить брить бороду или там носить бороду, это, по-моему, одно и то же, правда? Вот. То же самое, как бы, касается и всех остальных. Вещей я в этом с Заппой согласен. Я бы, наверное, с ним не согласился по поводу религии, но я согласен, что когда тебя проповедуют каждые 24 часа какой-то проповедник, а в США были там 100 каналов всегда, 10 из них были заняты проповедниками. Ну, можно чокнуться, как бы. И они ходят там по домам, видите, в Иисуса, они до сих пор к нам вот ходят иногда. Ну, я уже говорю, да, я верю, но у меня есть, спасибо, свой храм, свой батюшка, спасибо, да. Секты. Прежде всего, разговор идет о сектах. Поэтому Jewish Princess, всем советую ее послушать, там очень ржачные слова, содержащие много русских анекдотов, потому что многие выходцы, большинство его группе, в том числе, Русь, Русь Каманова и прочие товарищи были именно выходцами из России, или их родители, или их там даже дедушки, но в основном буквально второе поколение. Еще одна вещь, которую я бы отметил, она длинная, 13-минутная. Она называется Йо Мама, то есть Твоя Мама. И он обращается к молодежи, которая ведет себя странно, потому что они считают себя уродливыми. Сам Запа всегда считал себя тоже уродливым, но никогда это не скрывал. Ну, такой странный у него нос, согласитесь, такой не просто длинный и большой, это ладно, он у него какой-то весь переломанный, перекошенный, но он наоборот его тыкал везде, я тебе показывал, ну и что, у меня такой нос там, у меня зубов нет там, или еще что-то. Вот. И песня посвящается Йо Мама, то есть Maybe you should stay with your mama, как бы. То есть ей рассказывали сказки про то, что там жизнь не удалась, я там некрасивый или некрасивая, то есть это такой, ну, это все, это вовсе не политика, ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое, которые мы уже сегодня обсудили, а это жизненная позиция, что как бы вот каким тебя создало там природа, я не знаю, или ты думаешь, что у тебя Господь создали, там это вообще от обезьяны. Ну, как бы, примета. Maybe you should stay with your mama, это песня, которая называется Your Mama, и хотел я поставить отсюда специально две вещи, которые поет, уже очень сильно узнаваемый, хотя песни сочиняет не он, поет, две я выбрал вещи, поет, господи, крыша едет, когда думаю о нем, сразу вспоминаю его лицо, Адриан Белью, наш Андрей Белов, как его говорили, мне рассказывали, серьезно, говорит, вы знаете, что Белью, это просто на Белов, я говорю, ну, конечно, согласен, понятно, Белов, Краснов, там у них полно всяческих, сегодня он слушал пять пластинок уже, или, может быть, больше, я в четыре проснулся, и там просто откровенных русских имен, там просто зашкаливает, даже среди черных, в основном сегодня фанк слушал, и вот песня, которая называется Джонс Крашер, Джонс, это не фамилия Джонс шотландская, ой, валийская, Джонс, это сексуальные вот эти волнения, которые, влечение, ливидо, которые испытывает человек к другому, то есть, и тут в виде такого небольшого, я бы сказал, дурачка выступает смешной тогда, еще совсем молодой, еще не совсем лысый, но уже прекрасный Адриан Белью, если кто помнит его работы с Кинг Кримсон, периода 81-84, это знаменитая трилогия, бит дисциплина, и Кайнов, господи, три его perfect pair, узнает здесь голос Белью, и, как я уже сказал, Запа его открыл, точнее, Белью был достаточно наглым, он просто сам попросил Запа взять его на джем, тот вышел, спел, сыграл, Запа сказал, все, я тебя беру в группу, это огромная удача была, конечно, найти, во-первых, такого музыканта уровня, а потом, это была путевка в жизнь, именно для самого Белью, конечно же, он сразу нашел себе другие коллективы, как только на барабанах по-прежнему остается вот этот небольшого роста, офигенный итальянец, закачанный до безумия, у него нога, вот они как выглядели, Сириев Тани Лайтс, это город маленьких огней, и поет ее снова, Адриан, поет Адриан Белью, меня Бах немножко сбивает, я чуть потише его сделаю, так, тут включилась мойка, отлично, кстати, вчера передачу забанили на ютубе, потому что у нас играла Равель, а в том числе и Болеро, видимо, Болеро настолько популярная тема, что ее кто-то купил, я когда вывесил, потом заметил, что у меня стоит копирайт-контроль на Болеро, отлично, просто вообще отлично, то есть завтра у нас уже народные песни там орангутангов тоже будут забанины, конечно, ютуб это еще та тоже контора, я не жалуюсь на ее, нет, я просто говорю, что послушали немножко Болеро, там буквально 7 минут, и может быть 8, я не помню, но достаточно, они узнали, услышали, что это оригинальная тональность, Баховский строй, мне тут дают советы, что курить в кадре, это не модно, а я не ради моды вообще курю, и вообще не надо стало курить, как вы знаете, только в декабре, как бросил пить, начал курить, вот как так, вот такой альбом еще раз, для меня он очень важен, потому что я его слушаю целиком, это двойная пластинка с гениальным дизайном, это, конечно же, прекрасная фотография, вот я говорил о чем, видите, какой он узап и у нос, он наоборот делал из этого, такой, да, брови у него какие, как у Брежнев отдыхает, вот, он еще приделал себе это фирменные вот эти усы, и бородку маленькую, такую, подгубник такой, поэтому я считал, что если ты не страшнее запы, то не надо этого стесняться, он очень очаровательный человек, белью, видел его, да, он очаровательный у запы, и везде, и самый необычный, может быть, из всех так называемых прогрокеров, хотя, конечно, это сложно назвать прогроком, и снова делают подлянку ему Warner Brothers, ой, да, Warner Brothers, и уже, когда он перешел на другой лейбл, они выпускают снова, помните, я вам рассказывал про тот пятерник, я его сейчас убрал, который хотел выпустить запы под названием Leather, пишется через A, и с двумя вот этими точками, как над, умляут, или как он там называется, немецкими, то есть Leather, как бы, понятно, что намекается кожа, то есть, кожаная мода, сами знаете, кто ее носил, всячески, BDSM, и так далее, ему это все казалось забавным, и потом у него пошли уже и на сцене тоже эти дела, вот, да, может быть, уже и тогда, мы же не все концерты видели, хотя, очень много он начал, с этого момента его начали сильно приглашать на Хэлловин, это был его любимый праздник, и как, опять же, говорили в Советском Союзе, ты Хэлловин слышал? Шретьи к ней подходят и говорят, Хэлловин, ты даже не понимаешь, о чем сначала речь, потом понимаешь, что это металлическая группа из Германии, под названием Хэлловин, довольно смешная, там смешно, на английском очень поет человек, то есть просто иногда вообще непонятно, что это за слово, потом, когда понимаешь, еще смешнее становится, вот, на Хэлловин, короче, его звали звать часто, и вот композиция с этого альбома, я нашел живую запись, вот как раз, по-моему, из этого Хэлловина, запас здесь выступает, этот альбом, который они выпустили, он целиком, он из группы сделал оркестр, он здесь выступает, прежде всего, как дирижер, автор, аранжировщик, и вот он, как он, привет, Игорь, что-то народ-то зови, вот, Хэлловин, да, посмотрите, как Запа проводил Хэлловин, и, и, я сейчас уже сам буду ошибаться в названиях, потому что это очень смешно, но вот здесь не очень смешно, то есть, вот я, запись 81-го, правда, года, но он ее играл, а вообще это должен был быть Петерник, а вот они его снова нагадили и выпустили еще один последний альбом, который назывался Оркестровые маневры, то есть, Оркестровый маневры, как бы, и вот такая композиция, где Запа дирижирует, и посмотрите, как все это очень точно, они все запомнили, то есть, понятно, что они играют, конечно, по памяти, но он на всякий случай вскидывает руки, когда нужно изобразить какой-то звук, у него была своя манера дирижирования, он еще и мог дирижировать словами, и потом в итоге дирижил даже оркестрами, и, в общем, это было, ну, как бы было понятно, что это человек не дурака валяет, и посмотрите, какой ритм при этом выдерживает, если в Оркестре ритм плавает, в зависимости от настроения дирижера, там, от его состояния, иногда состояния, не состояния, от просто вообще общего состояния, так сказать, в театре, или там, в стране, в конце концов, понимаете, то есть, люди же дирижировали и в блокадном Ленинграде, можно понять, что они дирижировали все-таки в другом состоянии, чем в Бостоне, или там, даже в Лондоне, вот, нагадить запись себе дороже, ну, не знаю, в итоге нагадили запись, и он умер от этого, вот, потому что гадить лучше никому не надо, а он не гадил, он просто писал песенки смешные, и потом, после вот этого выпердежа снова от Ворнера, он был последним, но Запа это никогда не запомнил, все-таки, тяжба длилась с 66, с 76 по 79 год, это три года минимум, тяжелых разборок, и в итоге Запа, только после смерти альбом в правильном виде, я его вчера показывал активно, вам призываю его купить, пока он есть, он на трех компактах вышел, Запа его и не увидел, он вышел несколько лет назад только, вот, в оригинальном дизайне, с его подписями, катушки, там, программа, у него, кстати, прекрасный почерк, тоже, как, я вообще считаю, что если человек талантлив, он талантлив во всем, когда мне музыкант говорит, что он не умеет там писать, или там не может с отверткой там завернуть шуруп, то это говорит о том, что как бы, видимо, что-то там не то, обычно музыканты, настоящие обычно еще и художествами пытаются заниматься, в всяком случае пытаются, а многие художники, как, вы знаете, архитекторы, как там всякие Пинк Флойда, и даже там участники Роллинг Стоун, Стал Джерон Гуд, они прекрасные художники, делают выставки параллельно, и фотографом прекрасным стал Дэвид Бирн, я играл у него на выставке в Москве, моя группа Доктор Ник Старая, вот, все они крайне талантливые, даже Маккартни живописью занимается и не стесняется вывешивать свои работы на своих альбомах, кстати, не говоря уже про Линду Маккартни, которая была самым известным рок-фотографом и вообще такой тусовщицей, и самая известная фотография рока Америки 60-х, это Линда Маккартни, кстати, черно-белая, да, простые, ну, понятно, она же Линда Истман Эпштейн Кодак, вот, у меня, кстати, дедушка Эпштейн, один из дедушек, то есть поляки, ну, понятно, что не поляки, но убежали из Польши от, как его сказать, от погромов в Москву, вот, и вот Линда тоже известный человек, который занимался тем и другим, ну, как бы там она в основном была фотографом и женой хорошей, к следующему альбому мы идем, он называется Джосс Гараж, и на компакте его издали сразу три части, это снова 79-й год, то есть уже третий альбом Заппо 79-го года, а этот альбом тройной, значит, у нас был двойной, потом Ворнер все-таки выпускает, куда деваться некуда, написано Заппо, они же не стирали его имя, они могли просто назвать, там, Ворнер представляет, там, музычка, там, оркестровая, джазовая оркестровая музыка, там, ансамбль модерн, но они все-таки сохранили Заппо, то есть как бы, ну, ему было это неприятно крайне. Джосс Гараж, здесь оформление уже не совсем то, потому что здесь должно быть написано просто акт 1, а акт 2-3 вышли позднее, и я уже говорил не раз, что я еще был ребенком, и когда услышал акт 1, я сразу влюбился в Заппо, и, да, здесь прекрасный, вот, ему делают макияж, может быть, жена, может быть, прекрасная Гейл, или еще кто-то, здесь целая история с этой фотографией, и, ой, посыпались диски, а, это работа, длиннющая рок-опера, на тему того, как, да, здесь две книжки, две книжки целиком, то есть, ну, я вам показал это, в принципе, если мы будем еще рассматривать дизайн каждый, то мы не успеем ничего поставить, в принципе, это рок-опера о том, он показывает со стороны, что, как считается в мире, что музыка, рок-музыка, особенно, она приводит ко всем бедам, то есть, наркомания, гомосексуализм, фалоимитаторы, секс с роботами и инопланетянами, это очень важно, то есть, потом все заканчивается, и, конечно же, как в конце любой рок-оперы, это крах, как у всех классических рок-опер, это крах, то есть, там, либо распятие, либо Томми, неприятие его, там, и в итоге, как мы понимаем, он погибает, там, или Хайр, человек, забирают во Вьетнам, и он там погибает, вообще другого человека, здесь то же самое, что, как бы, пройдя весь этот путь, человек, говорит, поет песню про «Где же ты, моя любимая Розетта?» там, первая девушка, там, еще в школе, то есть, это грандиозный труд, но, как я уже сказал, я услышал сначала часть первую, и она, конечно, настолько яркая, там просто нет ни одной песни, а запас здесь еще голосом центрального скрутинайзера, так называемого, каждую песню представляет, как в театре, то есть, часть первая, там, «This is essential scrutinizer», там, «Part one», и, как вот говорят, часть первая, там, или серия первая, в которой они собираются в гараже у Джо, собственно говоря, пластинка называется «Джо's Garage», то есть, когда они собираются в гараже, он описывает, на чем они играют, то есть, самый дешевый комбик под названием «Fender Champ», это тут легендарный «Fender Champion», его выпускают, по-моему, до сих пор, но уже в каком-то полуцифровом виде, в Китае, возможно, потом их там в Мексике делали, но в момент запа это были настоящие американские комбики, ну и, как он, он его называет, «Cheesy Little Amp», то есть, такой дурацкий, маленький амплифайр, и, конечно же, «It was a Stratocaster with a whammy bar», и изображается «Whammy bar», то есть, как бы, на чем должны были играть, на Stratocaster с качалкой, ну, самая простая, дешевая гитара по исполнению, пластиковая накладка, три датчика каких-то, самые примитивные, и «Whammy bar», который держится на пружинах, но это было крайне модно, и там, Джимми Хендрикс, там, Дэвид Гилмор, Ричи Блэкмора и прочее, или Клэптона и великие другие звезды, и Запп тоже играл, и, конечно, Джит Гарси играл, но не все используют «Whammy bar», когда у меня были Stratocaster, их было у меня два всего, я по совету друга забивал нафиг этот «Whammy bar», вставлял туда деревяшку, клин, чтобы он хотя бы хоть какой-то сустейн давал страт. Ну, вот, в общем, Запп смеялся даже, собственно, над собственным стратом, который он использует очень много здесь и очень много в дальнейшем. И вот эта гениальная сразу песня, я сказал, что здесь нет ни одной проходной песни, но я поставлю все это не себе, потому что весь альбом это уж совсем смешно слушать. Мы слушаем акт первый, акт, то есть, как в опере практически. Абсолютно гениальная песня, она называется «Joe's Garage», что мы поджимаем в гараже Джо, и эта песня заканчивается на том, что первая проблема, которая возникает, это сначала мама кричит «Turn it down!», то есть «Выключи это говно!», а потом «Соседи!», и дальше начинается, так сказать, трагедия, и появляются «Catholic Girls!». И в этом составе уже появляются первые суперзвезды музыки. Они и так были, но уже современные, я бы сказал, музыки, то есть, это барабанщик Винни Колаюта, который потом играл со Стингом на лучших альбомах, у него сотни альбомов, поэтому просто кто не знает, кто такой Винни Колаюта, он, видимо, не играл в группе или не играл на барабанах, это одно из двух. В общем, и Винни Колаюта, один итальянец, а с другой, знаменитый гитарист, это Уоррен Кукурулла, это впоследствии гитарист Дюран Дюран. Вот. Только потом Запа выяснил, что он, оказывается, то, что у него огромное причинное место, это все знали, видимо, он им похвастался, они думали, он шутит, на самом деле нет, он стал порнографической звездой гей-журналов, и если вы наберете в Google, это не совет, а просто, если вам интересно, Уоррен Кукурулла Нейкед, просто, обнаженный, увидите, там страшные вещи. Вот. Ну, Запа как-то пропустил вот такого странного музыканта, он до сих пор тоже работает, как Колаюта, то есть это были смешные фамилии, Винни Калаюта и Уоррен Кукурулла, я вот маленький ребенок, совершенно знал, а Catholic Girls, это потому что CYO, то есть это католическая, это Catholic Youth Organization, то есть организация юных католичек, чем они занимаются на самом деле, и их ждут Уоррен Кукурулла и Винни Калаюта, потому что они настоящие итальянские, из очень религиозных католических семей. Чем они тут занимаются? Сами послушайте. Любимая фраза из этой, из этой песни, я знаю наизусть эти песни и слова, и музыку. With a tongue like a cow she can make you go wow. То есть это отличный рифм, мне кажется. Ну, там это не единственная рифма. И вот этот состав, он, Рэй Уайт остается, Айк Уиллис, Рэй Уайт, Винни Калаюта, Воррен Кукурулла. Это вот основа его состава, и это уже запредельный уровень, это студийный альбом. Нам казалось, как, допустим, записан предыдущий, там концерт слепленный, но как вот так еще и в студии можно записаться, это действительно звучит, как рок-опера. Единственное, на второй и третьей части, я потом поставлю, там все-таки начинается много серьезной импровизации, такой прогрессивный джаз-рок, я бы сказал, там уже песен меньше, ну, понятно было, что зап по ним мог натянуть шесть сторон, то есть три полных пластинки, содержащие песни. Это было бы, либо надо повторять части какие-то, либо уже так филер писать. Он вместо этого ставил прекрасные инструменталы, среди которых есть и шедевр, который я вам сегодня поставлю, прежде чем я к следующей песне. Покупайте, пожалуйста, билеты на мое шоу, завтра будет последний заппа, после этого будет Led Zeppelin. Так выбрал народ. Заппа, конечно, выбрал народ, но реакции практически ноль. Посмотрим, что будет на Led Zeppelin. Если не будет, может быть, прекратим тогда, скоро лето, все на дачу. Собянин всех отпустил. Идите с богом, так сказать, грешные. Вот, следующая песня называется Cruise Lad. Это блюз-роковая, мощная вещь с необычными звуками. Cruise Lad это та самая, ну, Slut это проститутка, типа, я не буду произносить русское слово, не проститутка, а просто шлюха. Cruise это вот как раз девушка, которая ездит в автобусе вместе с Cruise, то есть даже не с самими музыкантами, не только группе, а которая просто знакомая третьего звукорежиссера. Вот о ней идет речь. Ее зовут Мэри. Мэри from Canuga Park. Она из Canuga Park. И ее откуда, когда она говорит Where you from, Мэри? Она отвечает I'm from the bus. То есть она не хочет говорить откуда она, потому что, естественно, она из какой-то глубинки, из дыры. Но она from the bus. А когда ей говорят что за бас? Она говорит the band, rock'n'roll band. То есть она знакома с музыкантами из рок-группы. Это очень круто. И вот что творит Мэри, подружка нашего главного героя, она становится Cruise Lad. Это серьезная блюзроковая композиция, которая призывает всех девушек из, как он называет, industrial towns. То есть это условные какие-то небольшие города, как у нас говорят, города привязанные к моногорода, привязанные к каким-то предприятиям. То есть там много детей, мало денег. Ну и он там призывает хей-хей-хей-хей, олла-герлз овэзиндастриал тэнс. Yeah. You're probably sick and tired овэзлокал клэнс. То есть вы, наверное, уже устали от местных этих клоунов. Давайте-ка лучше поднимайте свои зады и к нам в автобус к музыкантам, чтобы вы слушали настоящий рок, и Уоррен Кукурулла с Винни-Калаюто и покажут вам свои приборы. А как они выглядят, спрашивает Мэри. Мне, говорит, подарок есть для тебя. И вот тут знаменитая фраза Заппа, которая стала золотой. Well, it looks just like Telefunken U47. То есть это вот этот огромный знаменитый фашистский микрофон Neumann 47, на которых Заппа записывался до 80-х годов, пока он не улегся цифрой. И многие на нем до сих пор записываются. Кто меня знает, слышит сейчас из музыкантов, они все знают, что такое Telefunken, как он говорит по-американски, по-английски, Telefunken, конечно, U47, то есть U47, 47. 47-й Neumann потом его переименовали, чтобы не было связей, потому что Telefunken это чистой воды гитлеровская такая вот супермашина, и все было Telefunken, и, конечно же, была студия Telefunken, и магнитофоны, и все, что было связано с аудиоиндустрией, в том числе и переиздание европейской, американской музыки, это все было Telefunken. И DECA, кстати, до середины 70-х писала, что это DECA Telefunken, то есть они как-то потом только им сказали, может, давайте уберем вот это там гитлеровское имя. Ну, я, в принципе, согласен, можно было, конечно, сразу это сделать после войны, но что-то как-то не решили, не связывать это дело с политикой. в общем, дело совсем не в этом, что, когда ей говорят, Мэри, у нас есть подарок для тебя, она говорит, как он выглядит, она говорит, looks just like a Telefunken U47. Ну, это правда оказалось. Ну, во всяком случае, про Уоррона, Кукурула, точно. Итак, следующие как раз две замечательные композиции, одну из которых я поставлю, Мэри попадает на конкурс T-shirt night. Ну, все знают, все были в клубах, я тоже был в 90-х, были великолепные клубы, где девушки выходили на сцену только в шортиках, иногда в трусиках, и сверху была тонкая маечка хлопчатобумажная, потом их обливали водой или там шампанским, и в итоге она оставалась практически голая, и главное, нужно было трястить, собственно говоря, шейки ее бурей, и выяснялось, кто лучше всего трясет, вот тот получает 50 долларов, прямо как у Заппы. Здесь то же самое, она говорит, Мэри, там, она что-то способна, на что-то способна за 50 долларов, там, what would you do for 50 bucks? И она так говорит, I would do anything for 50 bucks. И она становится победителем конкурса Мокрая Майка, потому что у нее огромные хорошие груди, и она ими трясет великолепно под музыку группы, и, естественно, ее обливают водой, потому что там жарко, не обязательно даже шампанское тратить, и она побеждает в этом корпусе, после чего главный герой начинает, конечно, грустить, потому что он понимает, что победив в таком конкурсе, и вот эта песня, она называется Wet T-shirt Time, это великолепная, такая, прифанкованная джаз-роковая штучка, но очень, очень красивая, и следующая композиция как раз идет, это джаз-роковая, крутейшая композиция, проговая, на фоне которой, как раз Заппо разговаривает с Мэри о той ситуации, в которую она попала, берет как бы у нее интервью, и она предлагает ей прокатиться на Mixer's Face, то есть, поиметь, заняться любовью прямо на микшере, вот на том, который на фотографии. Это, видимо, была такая забава, микшер, он достаточно колючий, там много всяких кнопочек и ручечек, но зато a lot of fun, так называется, Telefunkin U47, послушайте этот альбом, там каждое слово, это золото, это фразы, все эти есть фразы, просто наберите Frank Zappa Quotes, то есть, цитаты из Frank Zappa, и вы удивитесь, сколько там замечательных слов, если у вас есть проблемы с написанием текстов, будь то на русском или на английском, можно просто вот взять этот цитатник, добавить туда еще цитатник Дилана или, допустим, какого-нибудь Вуди Аллена, даже советов давать не надо, у вас сразу получится все. Я сам так, правда, не делаю, я стесняюсь, но когда-нибудь от коронавируса или еще чего-нибудь дойду. Вот, но главное все эти фразы иметь в голове, потому что насобирает огромный, как говорится, vocabulary, то есть, вот этот словарь в башке, ты понимаешь, а, так вот о чем пела та группа, там еще в детстве, и вдруг ты задним числом понимаешь, что теперь ты понимаешь значение песни условных Beatles, которые в детстве слышал. Оказывается, вот что они имели в виду, а вовсе не то, что вам перевели там в школе, изучали Beatles в школе, вот, не запрещены были, потому что в 74-м году вышло 4-45-ки Beatles. И вот, герой не просто загрустил из-за того, что Мэри стала звездой вот этих вот вечеринок с голыми титьками, извините за, как это, пошлость, или просто, я называю вещи своими именами, и он, значит, начинает тоже заниматься, там, якобы, сексом с какими-то девушками, и вдруг он ловит трипер. И самая драматичная песня на первой части, это, конечно, я ее, кстати, исполняю, она называется Why Does It Hurt When I Pee? Почему же мне так больно, когда я писаю? И первый куплет почему? А я не хочу к доктору идти, он говорит, потому что в меня иголку втыкали. Во втором куплете ему уже друзья, он говорит, а откуда? Ты, говорит, ее просто, ты ничего не делал, ты не занимался никаким сексом, просто в туалете схватил его. То есть, как бы он просто впрыгнул на тебя, этот трипер, как бы, потому что надо, как бы, смотреть, куда ты что-то ходишь, и мыться периодически. Ну и ему говорят, в итоге у тебя ганакакакакус, как они там поют. He's probably got the gana kakakakus. My balls, да, яйца его поют, там, my balls feel, my balls feel like a pair of maracas. То есть, яйца мои ощущают, как пара maracas, то есть, огромные трясутся им больно. Вот, и они звенят. Слово мудозвон, вы же знаете, вот это оттуда. И, друзья, отвечают, you probably got the gana kakakakus. Вот, собственно говоря, это такая трагическая. Там прекрасный стёб над прогроком в середине. Сразу вспоминается какая-то Юра Хип, или ещё что-то более пафосное, с опереточным вокалом, таким, вставка, там прям боль испытываешь за главного героя. конечно же, это всё с блистательным юмором Заппе. И Why does it hurt when I pee? Прекрасная вещь, я её исполняю с удовольствием. И заключительная вещь, она прекрасна, она в регги, она на самом деле уже была записана до этого, но на этом альбоме решил Заппе её просто вставить сюда, потому что она подходила, она поёт, она поёт о том, поётся в ней о том, она поёт, это перевод с английского, что всё, главный герой приуныл, делайте, пожалуйста, лайки, share и билеты, покупайте, пожалуйста. Главный герой поёт о том, что Люсиль, её зовут на самом деле, has messed my mind up, but I still love her, то есть как бы она сдвинула мне крышу, я переживаю, но я её до сих пор люблю, она мне испортила всю жизнь, я влюбился в неё, она оказалась вот такой вот, сиськи пошла показывать, да, вот, мокрые, и, а потом я ещё трипером заразился, и что он делает? Конечно же, он уходит в ЛГБТ и прочие дела, но прежде чем уходить в ЛГБТ, тогда уже в 70-х годах активно муссировалась тема звёздных войн, США это все увидели в 77-м году, то есть Star Wars, вот это вот, я вообще не понимаю, как это можно смотреть, но неважно, но я смотрел, но дело в том, что уже в 77-м году в Штатах вышло сразу 10 или 20 пластинок, хотя бы которые есть у меня, от джаза до, особенно было модно в фанке и в диско, включая рок, которые посвящены вот именно Star Wars, и вот эти, вот эта тематика, включая даже пару композиций вот из саундтрека, как его там зовут, Уильямс, или, не помню, ну, в общем, я знаю эти темы, тоже помню, потому что они играются периодически, чуть ли не классические оркестры, потому что изначально там классический оркестр, говорит, все начали исполнять, и Запа, естественно, думал, что он, то есть там смеется над фильмами, которые, там, про всяких смешных монстров, резиновых там и прочих нарисованных, но здесь вот пришли Звёздные войны, и всё стало совсем серьёзно, люди поверили в эти галактики, в Звёздные войны, началась ещё гонка вооружений, то есть последняя дружба Советского Союза с США была в 76-м году, когда, вспомните, Союз Аполлон сигареты были, это было, когда стыковалась наша станция Союз, и их Аполлон, тогда, правда, космос много чего-то решал, вот решили подружиться, они даже стыковались, там, обнимались, целовались, разве только сами ничего не делали, вот, и, но после этого снова началась гонка вооружений, и уже, и уже пропаганда в Советском Союзе, я помню, нас всё пугали, вот действительно звёздными войнами, так на самом деле никаких звёздных войн не было и не могло быть, просто фильм вот это ещё «Звёздные войны», и, конечно же, советская пропаганда наставила на том, что «Звёздные войны», Люкас, по-моему, да, его сделал, это снято про то, что американцы мечтают устроить войну и на Луне, на которой мы, кстати, не были, но, как бы, они вдруг ещё захватят Луну, то есть надо срочно лететь на Луну, воевать с американцами, это всего было, вот это смешной, совершенно не об этом, на мой взгляд, фильм, там какая-то империя, какие-то там бегают животные странные, там, это же детский фильм, как бы, но я помню прекрасно, нас пугали, я прям плакал по ночам, что в Никарагуа война, что у нас ядерную бомбу скинут, я плакал, я молил Бога, хорошо, что я родился в Москве, у нас этого пока нет, а в Никарагуа вот гибнут люди, там, или вот фалкленды, мальвины, там, то есть пропаганда работала очень серьёзно, я прям иногда плакал на эту тему, я прям уже вот боялся, что сейчас прилетит, вот там, Люк Скайвалкер, там, с этой, или Дарт Вейдер, я тогда не знал их ещё, но потом понял, про кого они имели в виду, они меня мечами там порубят, например, в форшмак, вот, Эйбута, на этом заканчивается первая часть, следующие две части, они меньше содержат текста, меньше песен, но длинные композиции прекрасные, но всё-таки очень важно выделить несколько вещей отсюда, здесь начинается разговор о том, что, естественно, главный герой уходит в садо Маза, и у Заппы вот эта кожа, вот это европорно, оно ассоциируется с Германией, и сначала он начинает петь «Fuck me, you miserable son of a bitch», то есть, как бы, жёсткий секс с мужчиной, а потом он уже это поёт по-немецки, как я говорил, он уже пел несколько раз по-немецки, то есть, ему, видимо, особенно представлялось, как и в большом, опять же, «Лебовском», то есть, что немцы — это какие-то такие вообще люди из другой планеты, потому что он, естественно, знал о существовании всяких групп типа «Крафтверк», то есть, там какие-то мужчины-роботы исполняют какую-то примитивную минималистическую музыку, всё это он объединил в одну вот этот момент с сексом, сначала вот просто с жёстким сексом с Адом Маза, гомосексуальным, а потом, соответственно, ещё и с роботами, но вроде бы до роботов, я такого ещё не видел, порно, чтобы не просто немцы, но ещё и с роботами, но Запа как бы он опережал всех на поколение вперёд. Вот «Fuck me your miserable son of a bitch», потом поётся по-немецки, кто знает немецкий, может оценить, хорошо ли он поёт. И вот очень нежная песня, снова в стиле регги, я обожаю, как Запа с группой играет регги. Главный герой признаётся в любви к киборгу, и киборг долго с ним разговаривает. Вот длиннющие пошли композиции, длиннющие пошли композиции, и беседа идёт, как главный герой признаётся в любви к киборгу, а тот ему отвечает, «Cyborg» она так и называется. Здесь, конечно, безумно красивая музыка, сама по себе, но при этом вот идёт параллельно стебовый вокал, но когда он затихает, шутки замолкают, там есть и инструментальные композиции, то есть можно параллельно, прослушивая вот эту бы смешную рок-оперу, как бы так же получать удовольствие от прок-рока, джаз-рока, и фьюжина, и хард-рока, и, кстати, там уже и хэви-метал, есть кусочки такие конкретные, в той же Keep It Greasy, которую я сейчас поставлю. И как раз Keep It Greasy – это следующая вещь, которая требует особенного внимания. Ну, а у неё опять неприличное название, но если падить по-русски, то есть Keep It Greasy – не мой, так сказать, не мой это место, куда ты собираешься, и тогда там будет много жира, сала, и тогда войдёт хорошо, вот в этом смысле. И так она целиком называется, Keep It Greasy, so it'll go down easy. То есть оставь это сальным, грубо говоря, войдёт хорошо. И эту песню он прекрасно потом исполнял с шоу на концертах, многократно, мы до этого ещё дойдём, до этого концерта, это следующая передача, последняя про Запу. И вот это её студийное исполнение, какой-то невероятный рисунок, фанковый, джаз-роковый, при этом люди исполняют, умудряются петь, при этом играть, как я уже сказал на барабанах великий Винни Калаюта на гитаре, помимо Заппа здесь ещё и Уоррен Кукурула, и остальной состав, я назвал ещё два гитариста, Рэй Уайт и Айк Уиллис, они партии вокала исполняют дополнительного, то есть здесь полный, я даже не представляю, как это сказать, это небольшой такой оркестр, но все умеют исполнять разные роли, играть разные стили, и даже Заппе самому не обязательно там где-то играть на гитаре, хотя легко всегда отличить, где играет он, а где не он. И тем не менее, вот эта инструментальная вещь поставила меня ещё в детстве, у меня была вот эта кассета, на одной стороне был записан первый альбом, он довольно короткий, это тройник мы сейчас обсуждаем, первая часть, а вот добивочка к ней, то есть после, там, тридцати восьми, что ли, минут, там, условно сорока, была вот эта композиция, я её знал с самого детства, это прекрасный инструментал Заппе, где Заппе делает какой-то полуакустический звук на стратокастере, нереальный, и это одна из лучших его инструментальных композиций, их с этого момента, они были и до этого, но они были сложные, с духовыми, с клавишами, а здесь именно гитарные инструменталы, которые стали великими у него, или, например, с применением гитары и саксофона, и мы их будем отдельно выделять далее, то есть сегодня и завтра, вот, вот это, это я считаю, шедевр, Watermelon in Easter Hay, то есть, длинная композиция, я её слышал с детства, я просто не очень понимал вообще, это Заппе или нет, ну, сейчас я слышал по звуку то же самое, но как бы я не понимал, почему она там прилеплена, видимо, человек, который запишет кассету, он так же, как я сказал, что типа, ну, там вторая, третья часть не очень, но вот эта вещь выделяется, то есть, я потом, когда уже послушал, конечно, я там нашел побольше, чем одну вещь на двойнике, но, вот так заканчивается этот тройник, ещё раз, это обязательный альбом Заппе, и если сравнивать его с другими пластинками, этот входит диск в ту же самую трилогию, про которую я говорил, великих альбомов, полностью студийных и номерных, то есть, началось это Сувернайт Сенсейшн 73-го года, в 75-м году, это One Size Fit Soul, и здесь уже тройник, полностью записан одним составом, одним, в одной студии в определённое короткое время, здесь нету никаких там каких-то вставочек, там, концертных, там, не переписочек, там, вот этого, здесь, это полностью гениальный от и до альбом, к сожалению, у Запа таких альбомов не очень много, он любил всё-таки, когда сочетание каких-то концертных записей, каких-то безумных, там, приглашённых артистов, как это будет уже сегодня в одной, в одной из пластинок, то есть, этот альбом из 70-х, третий, но поскольку он тройной, то есть, это значит уже 6 пластинок по длине, это просто обязательно, то, что нужно слушать, любой любитель рока, а также, нет, фанка, наверное, всё-таки нет, маловато, так сказать, для фанкера, но для любителей джаза и джаз-рока, это обязательно, но для любителей рока, хард-рока, хэви-металла, и, конечно же, всяких сатирических вещей, особенно для тех, кто мало-мальски понимает по-английски, в общем, словарь здесь нужен, но, скорее всего, нужно знание сленга и вообще знание истории и всех вот этих, ну, сейчас это, благо, всё разрешено, вообще всё, можно всё это, так сказать, загуглить, то, пока разрешено, итак, 79-й год, это для меня очень персональные, вот, два альбома были, из трёх, но это в шесть пластинок, и снова двойник, и о нём мы не будем долго говорить, потому что я очень подробно, на мой взгляд, рассказал про предыдущий альбом, давайте я вам напомню, если кто не купил ещё билеты на сегодня, на предыдущие три дня, которые прошли в ноль, и на завтра, а потом будет Led Zeppelin, вот этот альбом выходит, и он называется Tinseltown Rebellion, то есть, это революция в Тинселтауне, это в том месте, где делают вот эти все попсовые хиты в Штатах, то есть, это Tinseltown, так называемый, не то, чтобы они всегда попсовые или плохие, но просто это, так сказать, вот это то, что пошло в Британию в виде, так сказать, уже якобы там Битлз, то есть, это такие продюсерские хиты, среди них, конечно, есть великолепные, великие вещи, но запись никогда не нравилась, и здесь полностью концертный альбом, но все-таки, здесь написано, что полностью концертный, но все-таки первая песня явно студийная, наверное, я думаю, просто они описались, потому что она отличается, здесь играются многие композиции известные, я выделяю лишь основные и тех, которых не было до этого, хорошо? это гениальный концертник, прописанный этим же составом, это уже 81-й год, загадка остается одна, когда у него не было альбома в 77-м году, понятно, это был шок от разрыва с Ворнером, я думаю, что Запа находился просто в чудовищном состоянии, поскольку он не алкоголик и не наркоман, он просто, наверное, ну вот как, просто депрессировал, но не в клинической форме, а просто как-то вот старался выжить в этой ситуации, почему у него не было альбома в 80-м году, но было там 5 сразу в 79-м, еще больше в 81-м и далее, я не знаю, то есть, что там происходило, может он взял отпуск, или он, наверное, может быть записал эти альбомы 81-го года, но он очень много играл живьем, то есть, возможно, он просто что-то написал, а записал это, или там записал, а издали позднее, то есть, вот такой странный факт, человек, который иногда выпускал там по 6 альбомов в год, берет паузу в 77-м, и я понимаю, вот это немного написано, что происходило конкретно в 1980-м году, я не знаю, но не Олимпиада же в Москве, в конце концов, вот, я думаю, что просто вот он работал, работал, да, над документами, над документами, которые вышли в 81-м году, давайте посмотрим дискографию, чтобы я ничего не забыл, Tinseltown Rebellion, это вот этот альбом, он обязательный, это уже 81-й год, но, естественно, записи сделаны раньше, то есть что он делал, это много туров, в том числе и вот эти халавины, он стал вдруг популярен на телевидении, он снимал очень много фильмов, и он занялся мультипликацией, все это есть в Ютубе, но поскольку это не его официальные выкладки, ищите их, пожалуйста, сами, чтобы я просто не засорял, так сказать, эфир, я иногда это делаю, просто чтобы, ну, хотя бы обозначить, но если вы наберете запа муви, или запа клипс, там, или видеос просто, и буквально погоду, вы увидите там и кучу концертов, но все это, к сожалению, не издано официально, у меня кое-что есть на DVD, на оригинальных, на фирменных, но, видимо, пока не готовы, компании, которые владеют этими записями, это выкладывать, возможно, их просто уже нет, в нормальном цифровом виде, потому что сейчас все любят какой-то вот HD, там, Bluetooth, как бы, мне бы устроило вполне качество просто старой кинокамеры или видеокамеры, которые, как я говорил, в США появились еще в середине 50-х годов, то есть это записи на пленку, на магнитную, то есть на магнитофон, в АХС появились, да, это не в Америке сделано, это Япония, опять же, Голландия, JVC, насколько я помню, но в Америке это все было до этого, на 15 лет раньше, в виде просто пленок, и Запад снимал и то, и другое, он снимал и на кинопленку, естественно, видео тоже, а в АХС потом он просто стал снимать практически все, все, что мог снять, потому что он был классный оператор и нарезал он очень здорово, делал клипы, клипы я сейчас покажу, кстати. После этого альбома, вот чем он занимался, видимо, этот год, 80-е, выходит сразу три пластинки, из них одна двойная, она называется Shut Up and Play Your Guitar, то есть заткнись и играй на своей гитаре, потом часть, вторая, называется она Shut Up and Play Your Guitar Some More, играй побольше, и последняя называется The Return of the Son of Shut Up and Play Your Guitar, то есть возвращение сына, Shut Up and Play Your Guitar снова, то есть третья часть, вот он что делал, видимо, весь 80-й год, он набирал свои соло, из разных, а, к этому моменту он уже основал компанию Barking Pumpkin, конечно же, и ему предложила помощь компания CBS, которая Columbia, Epic, и в итоге это Sony сейчас, Sony, да, и у альбома, все-таки вот, альбомы на лейбле Зап, их крайне мало, вот тот, который начал, Shaker Booty, вот он выходил на Запе, а потом CBS предложила помощь, он ее принял, конечно, и с CBS у него проблем вроде бы не было, проблемы уже потом, перед смертью начались с составом, это понятно, но зато ему дали свободу выпустить вот такие три тома, один двойной, где он просто нарезал свои соло, разные, из концертов он выбирал, и выпустил в продажу, и, а из них ничего, конечно, не хитовало, хотя он уже хитовал во многих странах, хитовал, значит, попадал в чарты, топ-100, топ-50, там, топ-40, кому что важно, вот, естественно, он переиздавался во всех странах Европы с самого начала, с самого начала, и Джос Гараж даже занимал первое место, наверное, все-таки в Норвегии, Норвегии, да, любил его очень сильно, Норвегии он занимал даже первое место, тот альбом, который я услышал, и, кстати, я помню, что у меня были винилы запад, два из них были именно норвежскими, то есть там, видимо, какая-то была истерия по поводу запада, то есть, Норвегия очень хорошо знает английский язык, говорят они с таким акцентом, но язык знают, то есть, видимо, как-то вот у них это сложилось, я уж не говорю там про голландцев, бельгийцы вот уже хуже, потому что у них там франк, франков много, но те бельгийцы, которые нидерландцы, то бишь голландцы и прочие там национальности нижних земель, они обычно знают четыре языка, просто они немецкие тоже все знают, но поскольку Гитлера все-таки ненавидят, они, в общем, неохотно разговаривают про голландцев, а вот Запа как раз Голландию любил за свободу, нравов, и он очень часто выступал в Голландии, и когда я жил в Голландии, там прям культ тоже был, то есть, когда я проходил пластинкам Запа, они сразу стоили в 10 раз дороже, мне говорили, о, вы разбираетесь, я говорю, да нет, я просто вот как вот, откуда вы там из Москвы, а что в Москве слушали Запа, я говорю, ну, как-то, да, потому что, конечно, пропаганда была и в Европе такая, что если сейчас приедет, обязательно какой-то медведь будет какой-то, который ни на каком языке не говорит, то есть, какого там Запа, в лучшем купе стучит за, купе Пола Маккартни за доллар, но нет, казалось, что вовсе не так, так что вот Норвегия, она попадала в ту категорию стран, типа Дания, Нидерланды, в Швейцарии более такая молочная там, сырная страна, конечно, там не до этого, хотя там высокие технологии, тоже немецкая часть, но там есть еще и французская часть, и итальянская, это отдельная история, но вот эти вот германоговорящие страны, они были фанатами Запа, и там определенный культ сложился свой, по определенным причинам. И уже в 81 году выходит еще один великий двойник Фрэнка, нашего Запа, который называется You are what you eat, это стеб над фразой You are what you eat, то есть, ты то, что ты ешь, имеется в виду, что если ты ешь говно, ты будешь говном, будешь болеть, это правда. А здесь еще хитрее, You are what you eat, то есть, ты это то, что ты и есть, то есть, ты это твое содержание, как бы. И над этой фразой здесь идет Степ, и вышел запрещенный ролик, где он жестко стебет Рейгана и политику Штатов. Очень жестко, сейчас вы видите запрещенный ролик, он запрещен до сих пор, потому что... сейчас подключу ролик, а потом все-таки вернусь к предыдущим альбомам. Заговорился. А почему я его не вижу? Вот он. Я пропустил две песни важные с предыдущего двойника. Вот сразу посмотрите, чтобы вам было повеселее чуть. Клип, который снял Запа, конечно же, он услышал про MTV, на MTV этот клип не попал, естественно, но это гениальный абсолютно клип, и тоже, как это сделано, здесь сразу заигрывание с каким-то полурэпом, с соулом, и хэви-метал при этом присутствует тоже. Одна из главных, в общем, работ Запа. Вот этот двойник. И здесь Запа вдруг предстает в домашнем виде. Пижаму он не любил, но на нем что-то, типа пижама, смотрите, наброшено. Это забавно. Про пиджама пипл он пел, а здесь он нарочно надел к чью-то пижаму, она ему мала, судя по всему, еще какую-то желтую майку, то есть типа, вот ты кто-то есть, если ты вот так, типа, ходишь, вот так, кто-то будешь вот таким. А на самом деле он вот такой. Шляпку надел. Тоже показывает. Человек же не просто так шляпку наделает. Кто-то скрывает лысинку, кто-то хочет быть более модным, кто-то хочет казаться повыше, как Фрэнк Сенатора, да, например. У Запа не было этих комплексов, но на этой фотографии он показывает тут много разворотов и фотографии этого года. И уже выходит на сцену, практически выходит на сцену его дочка 12-летняя, это забавно. А вот. Но я вам забыл поставить две важные вещи с предыдущего альбома. Одна, все-таки, на мой взгляд, это студийная вещь. Композиция в стиле соло и ритм и блюз, она называется Fine Girl. Скажите мне, пожалуйста, если я не прав, это не похоже вообще никак на концертную запись, хотя написано, что все записи сделаны исключительно на концертах. Может быть, просто не оговорились, что, типа, ну, а все остальное, типа, записано в студии. Прекрасная песня, Fine Girl, как открывашка, она, похоже, единственная все-таки студийная. Я довольно-недавно знаю этот альбом, ну, и виниловой версии, и вот уже компакт. Это, кстати, компакты все середины 90-х. Я так и не купил вот эту серию прекрасную, которая новая, потому что уже я за эти отдал по 18-22 доллара за пластинку, а некоторые по 30, поэтому покупать еще заново все это я не стал. Если надо, все это есть в сети, можно взять, нарезать, а лучше всего проигрывать прямо с компьютера, со студии и будет даже лучше звук, то есть без всяких носителей, прямо с флешки, который стоит в компьютере, сейчас уже нет крутящихся моментов в компьютере. Стоит флешка на полгигабайта и никаких потерь там уже не может быть и никого шума, никаких там несчитываний, ничего. На этом и живем. Прогресс все-таки в этом месте прогресс есть, а вот что-то в космосе он не намечается, а также, к сожалению, здоровье, как вы знаете, не очень, да? Люди, которые там смотрят кинофильмы High Res вон там по телефону там через интернетик, через ЛТЕ уже можно смотреть спокойно, даже на дачу. У меня вот ловит во всяком случае. Я надо дачу со своим телефончиком вот этим, через который я вам говорю, который стоит там вообще пять тысяч, наверное, может меньше. Вся дача у меня у них не ловит, а у меня ловит. Я, пожалуйста, у меня такой договор с одной из наших компаний, похожей на Sting, что я сказал так, я с вами с 2000 года, давайте мне старую подписку оставим, чтобы я мог раздавать всем. Потому что они взяли моду сейчас делать подписку, что даже не можешь себе делать раздачу. На компьютер, с тебя смотри все на на мониторе экрана, я говорю, конечно. Надо просто уметь разговаривать, это вам совет. Если вас там кидает Билайн или МТС или еще кто-нибудь, я других компаний не знал в свое время, их не было, просто надо с ними уметь разговаривать, типа, верните мне старый тариф, я у вас постоянный клиент и так далее. И если не ругаться, не сразу начинать говорить, вы там пидорасы там и так далее. А просто сказать, так, подождите, стоп, я не понял, я кому все эти годы платил. Я вот так с ними поговорил на даче жестко, когда они мне выкатили счет. Это я вам совет даю. Прежде чем ругаться и говорить, что все говно, надо просто поговорить. По-мужски, так сказать, по-женски. Женщины кричать обычно начинают, мужчины тоже иногда. Просто позвоните, сказать, ребят, оператор, можно я с менеджером поговорю? Вот я поговорил с менеджером Билайна, собственно говоря. Мне сделали, пока мне нет претензий к ним. Кроме обрывов, там парочки, было дело. Просто надо уметь говорить спокойно, жестко. И, ну, все страшные вещи обычно говорят спокойным лицом. Вот надо так говорить, чтобы люди там немножко поежились на том конце провода, которого уже давно нет. Итак, возвращаемся к этому, к этой пластинке, к той, которую я забыл, которая, вот этот Tinsel Town Rebellion. И здесь вещь, которая снова меня почему-то... Это старинный блюзовый риф еще из 60-х, такой, ну, образно соберем его. Мне, правда, один друг написал, что это похоже на Манни Пинк Флойд, а можно подумать, что Манни Пинк Флойд не похож на обычный блюзовый риф как риф какого-нибудь там Вилли Диксона 50-х годов. Нет, это то же самое, кстати, в Ватерс-фильме про Манни говорит об этом. что я вам просто взял блюз, сыграл самый простой риф октавный, октава, пятая ступень, седьмая ступень и все. Получилось Манни, потом кто-то придумал, что надо сделать ее хотя бы на 5 четвертей, иначе это будет очень примитивно, типа все такое играют. Вот это получилась песня Манни. А так, в принципе, это блюзовый, блюзовый. Кстати, Ватерс уже не может ее сыграть на 5 четвертей, в фильме он играет ее просто на 4 четверти. Вот. И вот, посмотрите, какая штука, она меня восхищает, называется Bamboozled by Love, то есть ошарашен, то есть убит любовью. И это такая классная блюз-роковая, хард-роковая тема, и она очень здорово исполнена живьем. одна из моих любимых песен Заппы, она есть, по-моему, только в концертном исполнении, но сейчас наверняка появится Руслан Чифуров, скажет, что в каком-нибудь там 996 году издавали эту песню, она какого-нибудь оказывается 1963 года. Может такой быть? Заппы был из тех, который с удовольствием вспоминал свои детские и юношеские годы, а как я повторю, он все-таки 40-го года рождения, в 18-м он выглядел на 28-м, уже был мужиком, очень рано женился, детей родил достаточно рано, сразу троих прекрасных, все умницы, порядочные люди и занимаются творчеством и наследием отца, что немаловажно. Вот, и он, конечно же, группу собрал давно и вспоминал эти песни в процессе и очень часто смотрит, что оригинальная песня была записана там тогда-то, где-то. И все-таки You, 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 Это, это альбом, на котором происходит важнейшее событие. Почему? Во-первых, как я уже сказал, хэви-метал, не просто вот этот бритиш-хэви-метал нью-вэйв, когда появились группы типа, Джузес Прис, в общем, начинали не как хэви-метал групп, а, скажем так, хард-рок или даже просто тяжелый рок-н-роу, как бы, потом он начал там визжать и надевать вот эту кожу, никто же не знал, что он ЛГБТ, понимаете, а он там во всех клубах Лос Шальден уже засветился, да, остальные тоже. Ну, там, Айрон Мейден появились, в Америке уже были куча команд, Ван Халлен уже там запиливал страшные вещи, как бы, которые, в принципе, после него не надо было даже играть никому. Ну, Запа решил побить сразу всех и пригласил в группу молодого Стива Вая, совсем еще молодого, и ходила легенда, что Запа, он тупой, а вот Стива Вая, он металлист, он знал ноты, оказывается, и он записывал ноты Запа. И я никогда не мог в это поверить, потому что он, в общем, знал, что Запа сочинял уже классические произведения вовсю, мы просто их опускаем, они начали выходить позднее, и командовал оркестрами и большими группами, как в джазе, так и в классической музыке. И его любимыми композитами, как я напомню, были Стравинский и его современник Булес, с которым он работал. То есть, это серьезный был музыкант. Так вот, мне, по-моему, Руслан как раз, Шифуров, его сегодня, к сожалению, с нами нет, рассказал, что на самом деле просто это было, почему Запа взял Стива Вая. Молодой Стив Вай ему позвонил и сказал, Фрэнк, я хочу играть в тебе в группе, он говорит, ну а ты что ты можешь, у меня гитаристов как жопой жуй, я только что там, от меня ушел, и там, белью, к примеру. И он сказал, я, говорит, могу тебе прислать ноты всех твоих соло, я их, говорит, снимаю, играю в один в один, могу сыграть, и я их записал даже на ноты, чтобы просто показать, что у меня есть не просто слух, но и нотную грамоту, я знаю, если что, могу сыграть сразу новую песню, а Запа был, безусловно, самодуром, он мог просто сказать, а сейчас вот эту сыграем, хотя, в общем, программа бывает у людей, он говорит, а мы вот эту сейчас сыграем, и в этот момент появляется непонятно откуда, либо нотная грамота, либо надо просто помнить все произведение, либо еще какие-то другие случаи, в общем, Вай попал в группу как мощный студент прогрессивного хэви-метал звука, он, конечно, засветился и в попсе, помните, он играл на самом страшном альбоме Уайтснэйка, по-моему, да? Нет, не на самом страшном, на следующем после самого страшного. В общем, Запа в группу Вай взял не просто так, во-первых, он смешно выглядел, очередной итальянец со смешным лицом, Запа еще в музыкальной школе и дириживал оркестром. Безусловно, я же говорю, он играл на барабанах же сначала, а потом на саксофоне. Человек, который играет на барабанах на саксофоне, служит себе представить, что он не знает нот, то, что это основные, первый инструмент отвечает практически за все, то есть это ритмика, это пульсация, если ты играешь на барабанах, ты должен, но это же не наши барабаччики, которые просто лобают, ты мне счет дай, я вот вспоминаю, сколько ты играл, ты песню знаешь, нет, слышал, когда поют, значит надо играть потише, дурацких брейков, как там Джон Боном или там Эгин Пейс, не играть там поперек вокала, ну что это такое вообще? Барабанщик должен знать, это дирижер, если нет дирижера, в группе дирижером является обычно барабанщик. А потом, владение саксофоном, нельзя же играть на саксофоне, не имея абсолютного слуха и знания, и нотной грамоты, там совершенно другая, запись идет, не в до-мажоре, там все играется, и играть без слуха на саксофоне, он же подстраивается, да еще дуть в эту, как он называется-то, сексофонстик, как он называется-то, мундштук, мундштук, да, мундштук, мундштук, да, мунд, рот, штук, палка, штука, вот, ротовая палочка, вот, и конечно же, уже всем этим, было смешно эти советские разговоры, я их к себе все помню, потому что они очень смешные, и там, что Боб Дилан родился в бедной негритянской семье, это тоже все не шутки какие-то, вот, и появился Стив Вай в коллективе, из него сразу сделали дурачка, он изображал какого-то там, в лосинах, тогда уже модны были лосины, помните этот кошмар, да, особенно леопардовые, там розовые и прочие, он обычно всегда входил в каких-то лосинах, или в трусиках каких-то, то есть такого фрика его изображали, ЛГБТ и прочее, и он нормально, совершенно с мертвым лицом, при этом играл в своей партии, и в группе появляется его сын, его звали Дуизел, я уже говорил, и зовут, он сейчас отвечает за, на лицледия отца, старший сын, мать его, жена Заппа, прекрасная Гейл, умерла, но она, я думаю, что она все-таки была не музыкантом, но уж точно не такого класса, как Дуизел, Дуизел тоже начал пилить на гитаре хэви-метал, и потом выпустил несколько хэви-метал альбомов, но это был не поп-хэви-метал, хотя, еще раз говорю, Стив Вай засветился и в попсовых проектах, как-то с насольники Дэвида Лерота из Ван Халлина, в Вайт Снэйке, но не на самом плохом альбоме, на следующем, там все-таки альбом получше, не на одноименном 87-м, а на 89-м году он засветился, но в основном работа Стив Вай не достаточно интересная, это такой, как бы, стиль гитар-вертюоза называется, то есть, ну, просто, кто-то это называет там, прогрессив метал, как угодно называйте, инструментальный метал, то есть, ну, гитарный виртуоз занимается разными жанрами, фьюжн такой, в разделе тяжелой гитары, хотя я слышал, как он играет на акустике, я вам стоял, как Заппо играет на акустике, это великолепно, то есть, безусловно, эти музыканты с ним работали у Заппо долго, а сын, потом еще и занялся сольной карьерой, ну, в общем, как и Вай, Стив Вай, сын, остаются еще и Айк Уиллис и Рэй Уайт, представляете, пять гитаристов на сцене, и каждый находит, что делать, но правда Заппо уже гитару берет редко, и ему это очень не надо, он уже всем все показал, но если какое-то культовое соло, когда они, например, играют композицию Allman Brothers, обязательно Заппо выступает, как он показывает, типа, а вот я помню, потому что я еще даже Олманов старше, там, типа, почти на 5-6 лет, понимаете, здесь как бы, типа, еще показывал Олманам, как это все надо делать, потому что Олманы тоже не стали сразу с Олманами, они играли южную музыку, но все-таки не южный рок, прогрессивный, с прог-роком, там, с жазами, композициями сложными, которые писал Дики Бэтс в основном, ну, то есть он начинал, так сказать, играть соло, потом выходил сын, но уже в конце Стив Уай, это типично, Стив Уай, это типично их построение, да, и даже иногда подписано на пластинках, типа, в левом канале играет Стив, там, в правом, к примеру, Дуизел, там, Заппо посередине, ну, это и по звуку слышно, у них абсолютно разная манера игры, но это уже не легенда, именно Заппо придумал вот этот стиль, стиль и вот этого тэппинга, не тэппинга, а тэппинга, то есть это когда ты берешь здесь одну ноту, нажимаешь на грифе, а все началось все просто с того, что он играл все ближе и ближе, из-за разных мензур гитар, он все ближе и ближе играл к грифу, и в итоге начал ковырять на грифе, медиатором, и воздавались вот эти вторые ноты, это игра такая а-ля пианино, такое рэктаймовое исполнение, и он это сделал, и потом другие музыканты начали это активно развивать, и пришло до того, что просто вот так стали играть, как бы на рояле, только не вот так, а вот так, вот, интересно, Блэкмор сначала услышал вайо-запа, и был восхищен, хотя от этого похвалы добиться было невозможно, но Блэкмор, да, еще та зараза, кстати, узнал, что его жена Кэндис Найт, тоже наша, фамилия я забыл какая, типа Израилева, вот такая фамилия его, она моя ровесница, 71-го года, вот сегодня только с другом обсуждали, типа, кто такая Кэндис Найт, она американка из Нью-Йорка, фамилия его, по-моему, или Израилева, ну, в общем, короче, наша, наша, это про его жену, вот сейчас Блэкмор Снайт, у него проект уже последние годы, в общем, а она его младше, соответственно, он 44-го года, то есть, он на 7 лет, на 8 лет старше моей мамы, а она моя ровесница, ну, нормально, а что, Блэкмор своего достиг, как бы, ей только, ей только 50 лет еще исполняется, то есть, Блэкмор, он тоже такой, как Фрип, Фрип же тоже на молодой женат, относительно, вот, да, Блэкмор мрачная фигура, потому что, то, что про него рассказывают, там, Гиллана и другие участники, это, конечно, и, говоря про, вообще, я знаю, естественно, всю тусовку Deep Purple, абсолютно, и все альбомы у меня были, мне удивило, когда все-таки в Rainbow пришли сразу двое, и, или даже трое, ведь в Rainbow играл и, и, что-то я сейчас, не соврать, главное, в Rainbow же тоже играли, не все, Whitesnake и Pacey играл, и Lord, а, Гловер же играл в Rainbow, как-то вот, все-таки, они не все там перессорились совсем, в итоге, кто-то находил с ним общий язык, потому что Блэкмор такая фигура, прямо на сцене видно, когда он в истерике начинает, что у него там что-то не получается, и он начинает там бить проводом, играть, какую-то грязь, как бы, все думали, что это прикол, а на самом деле это видно, что он не мог скрывать даже свои эмоции, то есть, отрицательные, и Гиллан про это много писал, там, с Гилланом они, конечно, там, я вообще не понимаю, как Гиллан ему не пробил в башню-то пару раз, потому что Гиллан-то он поздоровее, пободрее, как бы, чувак-то, вот тот такой злобный карлик, Гном, Гловер, да, извини, Игорь, да, я уже все, поехал, я сразу White Snake, фотография там и Лорд, и Пейси, как бы, а Гловер, конечно же, играл, значит, Гловер, как-то вот он, он такой, ну да, Гловер, он же продюсер, как бы, а продюсеры они должны находить, там, Ричи, ну ты успокойся, там, прими таблеточку, как-нибудь там, подружись с Гилланом, создадим новый альбом, там, Perfect Strangers, а потом может еще что-нибудь запишем, мы записали, а потом снова Мордобой, и вот эта тема, она как бы, на самом деле все из одного человека, но он же создал группу, как бы, вот, я же сказал, только что, Игорь, не только играл, и продюсировал, и не только Deep Purple, и лейбл он создал Purple, я знаю все, конечно, и его знаменитые работы, как он вытащил Рори Галлахера, и вот тот проект с Дио, где все поют и Дио, и Ковердейл, как он там называется-то, про Butterfly Ball, для детей, сказочек, все, все это, это все на Гловера, на самом деле, записано, и его сольники с Гиллоном есть, неплохие, кстати, где они там и новую волну играют, и вспоминают новоорлеанскую музыку, и там интересные были у Гловера моменты, не все мне нравится, но он такой из них самый, конечно, широкополосный, в плане музыки, вот, и Гловер находился с Blackmore общий язык, но если ты говоришь, Blackmore даже похвалил Вая, ну, это вообще удивительно, какого-то пацана похвалить там, да еще из Америки, да еще итальяшку, да вообще что, это что-то не Айоми, что ли, очередная, это же конкуренция была, ну что, там всего там в Англии 2-3 гитариста было, надо было показать, что Blackmore лучше всех, а у него была одна мечта сыграть, хоть раз, как в Джимми Хендрикс, вы же читали, и у него никак не получалось, он не умел импровизировать, у него ходил, в итоге он лупил там, почему-то там, вот это издавать звуки, а все думают, так и надо, там ножку тянул, помните, ножку он тянул, тянет ножку, там, потом у нас все там, Зинчук или кто там, вот, Кузьмин, они ножку начали тянуть, что это обозначает, я не знаю, может быть, у них там артрит, как у меня артроз, то есть там, или там, там, яйцо залипло, там где-нибудь, то есть, мне удивляло, когда выходит, Blackburn в сапожках таких, типа повыше стал, и шляпа у него такая большая, кажется, он высокий, ну, почти как Гилланд, вот, и ножку тянет, обаятельно, мне кажется, просто лучше не видеть это вообще, на самом деле, это страшная вещь, еще смешнее были, конечно, Coverdale с Хьюзом, это вообще просто, боржаться, особенно в Калифорнии, на Калифорнии джеме, но вернемся к Запи, вот этот альбом мы слушаем, вот этот альбом, You are what you is, и я вам поставил клип оттуда, и сразу я вам рассказывал, что Запа стебался над кантри-музыкой, и есть одна кантри-песня у него, в стиле, как кантри, но он не решался, вот, сыграть целиком, прям в стиле кантри, изображая пение, гармошку, слайд-гитару, пока до этого он не дошел, и вот тут, один из главных хитов на альбоме, это прекрасная кантри-песня, Я буду еще более жестким и крутым, чем твой муж, и тут рассказывается, в каких аспектах он еще будет более жестким, то есть кантри-бой обещает красивой девушке быть более серьезным, чем ее мужчина, это первый такой хит мощный на альбоме, Harder Than Your Husband, я помню, я работал в голландской компании с 95-го года, и мы, конечно, Запу этого, мы тогда выпивали, покурили всякую вкусноту, и продолжали работать, и вот Запа это постоянно играл, и слова все знали наизусть, ну, как минимум, вот этого альбома, еще двух-трех, которые я уже называл, обязательно, но Harder Than Your Husband, мы пели просто хором, потому что это была, ну, доступная, так сказать, прекрасная песня, Much, much, much harder than your husband to get along with, Harder than your husband every night, Much, much, much harder than your husband, And everything will be alright, то есть это, конечно, шедевр, и первый раз Запа решается сыграть, вот, так сказать, практически кантри-форму, хотя, конечно же, там наворочено все очень сыграно, минимализма кантри-музыки там нет никакого, если мы говорим о настоящем, конечно, кантри. Здесь, как бы, Стёп вовсе не над кантри-музыкой, я бы сказал, а все-таки над кантри вот этими персонажами, странами, которые думают, что они альфа-самцы, и типа предлагают, так сказать, выпив пару пива, предлагают девушкам какое-то содружество. Еще одна смешная песня, он всегда любил фриков, как я говорил, и, в общем-то, если вам кажется, что Элис Купер это не фрик, он не любил там что-то одно, но фриков почему-то он любил, что Том Уэйтс это не фрик, конечно, это не так, это все, кого он выводил в люди, это в чем-то фрике, потому что, если это были музыканты, если он играл у него в группе, значит, они обязаны были играть какую-то роль, обычно это какая-то роль такая смешная, иногда даже очень унизительная, как вы видите, все прекрасно играли, все ставили топ-звездами, тот же Джордж Дюк был одним из первых, он продолжил в этом духе до самой своей смерти, клоунировал как только мог, при этом записывал серьезные работы даже на немецких фильмах, типа МПС работая, это очень такая серьезная пафосная немецкая контора под руководством БАСФ, и он параллельно работал у Запп и записывал серьезные работы в Германии, то есть абсолютно не значит, что ты не можешь работать сразу на всех фронтах, а потом еще стал звездой такого тоже секс-фанка, вот уже в середине, в конце 70-х. И вот Goblin Girl. Снова такой регги-рок и прекрасная мелодия, и рассказывает он здесь про то, как ему нравится Goblin Girls, это имелось в виду, конечно же, не какие-то там уроды, или там монстры, как у Дио там выползают, или у Блэкмора, или кто там очень любил какие-то вот эти вот Wizards там, нет, это имеется в виду Hot Goblin with an Ablin, a Goblin girl all around the world, то есть это имелось в виду Halloween, то есть девушки ему нравились, которые... She's red and green, cause it's Halloween, там одна из фраз в песне, послушайте, то есть как бы ему нравились эти костюмы, его с удовольствием приглашали, он с удовольствием на них играл, и конечно ему нравились девушки, которые видно, что они классные, но вот она сегодня одета в такую шляпу, как у Ричи Блэкмора, но в нее там зеленые волосы, там нос какой-нибудь, как у Запа, приделан специально под концерт, такие тоже делались штуки. Помните, Ринго Старжи загримировали под Запа, многие не понимали, кто где, но Запа просто чуть повыше, видимо, был, но в Ринго надевали повыше каблучки, чтобы он, так сказать, дотягивался. Но это было нормально, и вот я тоже считаю, что Хэллоуин мне не близок, я человек вообще далекий от этого, но если это со вкусом сделано, то почему нет? В конце концов, это праздник всех святых, когда-то был. В итоге просто маскарад сделали, да и пусть будет. Меня это не волнует, как говорил мой друг, надеюсь, что он еще жив, Андрей, он говорил, я не знаю, я за это не отвечаю, значит, как при нас не отвечаешь, то есть все правильно. Каждый должен выполнять свои функции. Еще одна вещь отсюда, она уже более социальная и жесткая, она называется Charlie's Enormous Mouth, это Чарли, эта девушка, и когда начинаешь читать название, кажется, что у нее большой рот, и вовсе сразу мысли, так сказать, о самом хорошем, но вовсе не только это. Разговор идет о том, что в нос и в рот Чарли, эта девушка, пихает себе все, кокаин, наркотики, таблетки, и вот это, и в итоге как бы ее мозг становится таким же enormous, то есть огромным, раздуваются ноздри, там от кокаина, от алкоголя, сами понимаете, раздувается печень, там желудок, раковые опухоли и прочее. И это прекрасная вещь, и здесь очень много элементов heavy metal, извините, поклонники hard rock'a heavy metal, я их даже не ставлю, их слишком много здесь хороших. мы уже разговариваем полтора часа, что дольше, чем вчера, в полтора раза, и еще мы даже не дошли до конца. Вот такой вот альбом, еще раз призываю всех, как минимум, его послушать, он есть в любом качестве, это двойник, и это, наверное, будет раз, два, три, всего-навсего четвертый альбом запа, который полностью записан одним составом, уже с применением heavy metal'а, новой волны, абсолютно всех жанров и стилей, здесь нет ни одной проходной песни, просто здесь есть реальные такие hard rock, heavy metal, хиты, начало 80-х, как я уже сказал, в 80-м году он ничего не выпускал, а потом сразу выпустил, по-моему, 8, что ли, пластинок, если считать, 5 или 6 дисков. Вот этот альбом, он необходим просто любому, просто чтобы послушать разнообразие стилей, и жанров, которые исполнял запа, и, как я еще раз говорю, если кто-то там вот собирает, грубо говоря, Deep Purple Family, то это тоже Deep Purple Family, потому что Стив Вай привязан к Deep Purple, как бы, то есть, получается, запа тоже привязан к Deep Purple, потому что Стив Вай с этого момента, с 80-го года, начинает быть участником группы запа постоянно, и это надолго, море концертов и так далее, есть видео прекрасные, мы еще поговорим об этом, потому что завтра я вам расскажу про последнюю часть запа, она очень довольно печальная, но закончится на веселой ноте, потому что мы до смерти не будем разбирать, чем он там занимался, только до 91-го года, а умер он чуть позднее, он приезжал в Советский Союз, как уже говорил, по приглашению Стаса Намина, и зажигал здесь тоже, котиков любил, вот, уже тяжело больным человеком, вот, и здесь и Стив Вай, и если кому-то интересно творчество его сына, относительно молодой, старший мне, по-моему, на пару лет всего, у него есть второй сын Ахмед, который тоже называется, тоже занимается музыкой, и Мун Запа, можете найти ее, прям Мун, как Луна, Запа, это она занимается и театром, и дизайном, симпатичная до сих пор, дама такая, про нее завтра тоже будет разговор, или сегодня, сегодня, Вэли Гэлл у нас, со следующего альбома, все правильно, вот такой папа-запа был в 81-м году, когда он, давайте я вам просто точно скажу, если кого-то вообще это интересует, это, я сказал, что 6 пластинок, 5 альбомов, из которых 3 двойных, то есть 5 плюс 3, 8 пластинок за один год, понятно, чем он занимался в 80-й год, это халавины, туры, и работа над альбомами, и опять новый состав, понимаете, в чем дело, то есть, это как бы очень важно, потому что надо же, не просто ты позвал гениального, там, молодого музыканта, надо его, так сказать, обработать, подготовить сценический образ, чтобы никто не стеснялся, к тому моменту уже уходит, конечно, из состава, как я уже говорил, великий барабанщик, Терри Бозио, тоже очень молодой, до сих пор играет, один их считается лучших барабанщиков, в стиле, прежде всего, про игрок, он пошел, поехал создавать английскую группу, с таким наглым названием, просто UK, и у меня, кстати, есть группа Russia, и USSR, у меня тоже есть на полке, группа Russia, это забавная команда, вот, и USSR тоже, ну вот, UK, это было, конечно, наглость, но, как я уже сказал, там играл еще один человек запа, Эдди Джобсон, который так и не записался, зато есть на главной обложке, запа, на альбоме Zoot Allures, и Джон Уэттон, конечно же, основной, многие считают все-таки, его основным участником, King Crimson, до 81 года, он записал три, важных очень альбома, включая последний альбом, 74 года, Red, и два предыдущих, это все Джон Уэттон, но потом, правда, в Юрай Хип попал, чем испортил себя, немножко, так сказать, дискография, но, надо же было кому-то играть в Юрай Хип, вот, и, мы не закончили с этим диском, Jumbo Go Away, здесь возвращается музыка 60-х, неожиданно, в самая концовка, это последние три, четыре трека, он вспоминает 60-е, и, что было в 60-е годы, в Америке был обязательный военный призыв, наверное, не такой, как у нас, можно было какими-то легальными образами откосить, у нас это было возможно сделать только двумя способами, насколько я помню, это учиться в институте, я учился в институте, другой был способ лечь в дурку, но в Штатах наверняка можно было там откупиться деньгами, в конце концов уехать в Мексику или в Канаду, очень многие так делали, и, так сказать, пересидеть, потому что никто не хотел идти воевать во Вьетнам, а это безобразие длилось больше 10 лет, как вы знаете, да я думаю, что и больше, чем 10 лет, потому что когда условно наши победили, красные, все равно нужно было поддерживать таким-то образом режим, который там спасти надо, предыдущий режим, который им оставили в наследие французы, безалаберные, и вообще сами знаете все про французов, Запп об этом все уже спел, споет еще, завтра я расскажу, и вот Запп возвращается к этой теме, когда всех забирали в армию, приходили рекруты, то есть какие-то там были, видимо, как они называются, военкоматы, вот, и называлось это to get drafted, то есть drafted, это в данном случае забор, набор в армию, и многие радовались, вот я настоящий мужчина, сейчас пойду воевать в какой-то, поеду во Вьетнам, в джунгли, вот, и Jumbo Go Away на эту тему песня, и очень, и он вспомнил, конечно же, самые типичные звуки антивоенные 60-х годов, ну и, конечно же, это была группа Doors на тот момент, и вот следующая вещь, она как раз называется, мне казалось, что она называется You Just Got Drafted, потому что эта фраза повторяется как припев, ну, как последняя фраза блюзового, скажем, или рокового квадрата, но она называется Ифон Ли Ши Буда, если бы она только могла, прям как Чик, как Пола Саймона и Файку до Шу Ли Вуд. И вот эта песня, она смешная, как он тут здорово изображает Doors, и клавишник изображает Манзарака, послушайте эту песню, прям сразу начало, это, мне это вызывало какой-то гемерический хохот, особенно если дунуть как следует, и представить, что Запа в 81-м году изображает Doors 66-го года. Безусловно, он был знаком из Doors, они тоже из Лос-Анджелеса, из Калифорнии, и я думаю, что они там не дружили, наверное, но выступали, очень-очень сильные личности, и Моррисон, и другие Doors, и Запа, был не друг, друг друга, конечно, но музыку-то он помнил, и вот эта песня и Фон Ли Ши Гуда, я ее называю I Just Got Drafted, все, курение надо прекращать, я сегодня же выкурил, не знаю, сколько. И переходим к заключительному альбому на сегодня, это тот альбом, у которого потрясающая обложка, снова, все обложки, как я сказал, Запа, до единой, даже уже посмертные, они великие, и здесь появляется Дочь Запа, и обложка вот такая, кажется, что это ничего не происходит, какая-то мазня, нет, на самом деле, это правда, альбом называется То есть корабль приплывает слишком поздно, чтобы спасти тонущую ведьму, то есть действительно это корабль, а это вот тонет ведьма, видите, у нее ведьминский колпак здесь, вот, если так посмотреть, действительно, то есть это такая вот серьезная, квадрат Малевича, но какой-то вариант его, и вот она, 13-летняя дочь Запа, по-моему, 9-го, она или 70-го, нет, не сходится, все-таки сын-то постарше, значит, ей было 12, вот, ее зовут Мун Запа, и я поставлю ее сейчас прямо, песня идет Запа, а она совсем маленькая девочка, и она классно изображала Valley Girls, это вот эти попсовые девчонки из того самого каньона, из аллеи, так называя, из Valley, из долины, где жили все звезды Голливуда, в том числе и многие рок-поп и другие звезды масс-мидия, там было хорошо, кто-то, конечно, когда-то это хиповал, делал от души, но потом в итоге это стало элитным районом, и вот как, она изображает здесь в этой песне, чтобы кто-то понял, если кто-то не знает, как, ну, вы наверняка смотрели всякую Санта-Барбару и прочие, может быть, фильмы и сериалы про вот именно про Лос-Анджелес, про русские холмы, там есть Russian Hills, это там, где находится как раз вот эта надпись Голливуд, да, то есть, и она здесь на фоне, на фоне, и она очень здорово как актриса, как музыкант, она изображает просто какими фразами и с каким выражением говорят вот эти вот обожравшиеся дети или даже не дети, сестры младшие девочки и девушки. Этот клип редкий, он неофициальный, тем не менее, кто-то там его выложил, его не забанили, я надеюсь, что все его могут увидеть. Valley Girl, один из хитов на этом альбоме, безусловно, это было открытие, что такая маленькая дочка Заппы вдруг попала на экраны телевидения. Но сейчас такие вещи делать нельзя уже давно. Говоря о свободе, там, все-таки, конечно, тогда это было более свободно. На MTV он, может, не попал, но мы же знаем, что это есть, скажем так, что это было. Это показывалось в прямом эфире, вначале идет чернокожая дама прекрасная, представляет мисс Заппу. На этом альбоме есть длинная одна композиция, которую, допустим, собственно говоря, она сама вот эта, которая ship arriving too late, то есть корабль приплывается слишком поздно, чтобы спасти тонущую ведьму. Язык заплетается. и она такая серьезная штука, такая джаз-роковая, сложная. Остальные песни очень хороши, особенно последние, я про нее отдельно расскажу, но сначала такие вещи, где он смешивает хэви-метал и делает хэви-метал фьюжн, и сразу она мне очень нравится, она называется No Not Now, то есть нет, только не сейчас. Заппа смешивает мощнейший перегруженный фанковый бас с новой волной, это очевидно, и звуки хэви-металла, и это делает эту композицию уникальной, и вот такие голоса, если вы слышите там фальцетто или по-русски фальцет, то есть это вот он вспоминает свое, конечно, наследие 60-х годов, когда у него была еще и Do-Wop группа внутри состава Мадос, и кстати, здесь двое, они помирились или, может быть, не особо ссорились. Здесь появляется и Карл Блэк, они живы, кто второй-то? Господи, не Рей Коллинз, с Рейм Коллинзом они посрались все-таки навсегда. Сейчас я гляну, чтобы просто освежить, так сказать. А, ну, во-первых, здесь Рой Эстрада вдруг еще появляется, у которой уже были проблемы с законом, и он в итоге сидит за педофилию, все-таки он не безнадежно болен, а за педофилию не сажают в дурку, его посадили в тюрьму, потому что это считается крайняя степень, то есть, может быть, совсем дурачком. На предыдущем альбоме, значит, они были, на этом уже все-таки нету, но здесь появляется, у него появляется в составе замечательный Томми Марс, клавишник, который, и Бобби Мартин, сразу два клавишника, Бобби Мартин, они есть дальше на всех концертах, включая 84-е знаменитое шоу, о нем поговорим завтра отдельно. Так вот, Бобби Мартин, это был такой уникальный музыкант в его составе, который сразу играл на клавишах, пел, играл на саксофоне и мог изобразить любой голос, женский, мужской, а также он любил изображать пафосных рок-певцов таких, которые с пафосом поют такой херь. И вот он изображал, причем он там тянул ноты гораздо длиннее даже, чем вот эти вот там в конце ноты там, и он там зап уже снимает ноту, хватит там в конце показывать свои голосовые данные. То есть он берет каких-то уникальных музыкантов по традиции США еще с 19 века, там проходили в каждой деревне конкурсы просто, что вы делаете лучше всего. Один там на пиле играет, другой на ложках, третий там стихи, например, как-нибудь странно рассказывает, стоя там на голове. Вот приблизительно такой состав все время набирал запа для уже вот этих концертных мощных шоу. И вот два этих чудака, Томми Марс пришел чуть-чуть раньше, ну а Бобби Мартин, это специальный такой чувак, завтра вы его увидите в клипе. Здесь, это я ошибся, на предыдущем альбоме были люди из Мадрес, то есть он с ними поддерживал отношения, и когда он писал двойник, ему это было очень нужно. Извиняюсь, очень много информации в голове, и очень кружится она, башка моя. Еще одна вещь с использованием элементов хэви металла, это композиция, которую я вам сейчас поставлю, с этого же альбома, про ведьму. Вам обложка хоть понравилась, нет? Я пришел неоткуда, ушел никуда. Вот. Может быть, кто-то только что зашел, если вы хотите, купите билеты, пожалуйста, на мои представления, которые пока существуют. И еще одно хочу вещь отсюда поставить, как я сказал, там идет довольно серьезные две композиции на 16 минут, это такие сложные инструменталы, я их просто ставить не буду, особого фана там нет, это надо просто брать и слушать, они занимают почти половину все-таки альбома, но не большую половину. А вот последняя вещь интересная, он позвал Лизу Паппелли, нет, Паппайл, Лизу Паппайл, это такая преподаватель, известная вокалитра, а также преподаватель, очень известная, которая работала в жанре как классической музыки, так же и в джазе, есть такие люди, которые могут мимикрировать спокойно из жанра, из жанра стиля в стиль, и он попросил ее исполнить последнюю композицию на этом альбоме, которая называется Teenage Prostitute, то есть проститутка тинейджа, что-то здесь непонятного. Еще одна, конечно, беда из Штатов, да и других стран, это когда дети, заканчивая школу, не знают, чем заниматься, и в Штатах-то проституции легализованы, но до 18-ти нельзя. Ну, а там, конечно, были и 14-летние, об этом снята куча фильм, фильм-драма, и таксист тот же самый, знаменитый, помните, да, Роберт Де Ниро, молодая совершенно, как ее зовут, Джуди, господи, 13 лет она там играет проститутку, за что потом поимела кучу проблем, и фильм стал, с одной стороны, культовым, с другой стороны, полузапрещенным, потому что там реально есть жесткие сцены, а там девочка играет, она, правда, не выглядит как девочка, но по закону-то до 18-ти такого делать было нельзя, но хотели снять вот такой фильм настоящий. Вот так заканчивается этот альбом, Тинвич Проститют, такая как бы опереточная штучка, альбом называется, как я уже сказал, She Peruvian Too Late, если коротко, то есть Король прорывается из композа, и это гениальное. Да, Джуди Фостер, правильно, вот, кстати, она тоже стала лесбиянкой, хочу вас расстроить, если кто-то, она очень молодая, выглядит она странно, но очень красивая была девушка, в итоге, странно-странно выглядеть, и потом появилась информация, что она стала активной лесбиянкой. Я видел ее в фильмах, где она уже играет как лесбиянка, и, в общем, это видно, что там не та сексуальная Джуди Фостер, которая снималась в 70-х, в 80-х и даже в 90-х. Я видел ее в многие фильмы, у меня один друг есть, он просто ее обожает, например. Вот, а она тоже совсем молодая, как я говорю, что она в таксисте, это прям 76-й год снималась, то есть она 66-го года рождения, вот так где-то. Может быть, даже 70-му. У меня куча друзей с 65-го по 70-й год, лучших друзей до сих пор. Вот, такой альбом, сегодня, видите, мы почти два часа с вами общались, это для меня очень персонально, личный опыт. Здесь мои, как я уже сказал, любимые альбомы, и мы начали, конечно, с Шейхью Бути. Еще раз говорю, к Шейху это никакого отношения не имеет. Некоторые говорили, что запись сейчас достанется от исламистов. Да нет, Шейхью Бути это трясите своей попой и другими сиськами, так сказать. Шейхь Хир Бути. Но он это сделал, написал одно слово, то есть получился Шейхь Хир Бути, как бы такой, да. И он здесь одет в Шейхе, но здесь ни слова про арабов. Ну и, конечно, пластинка, которая у меня с детства зацепила, прежде всего, ее первая, конечно, часть, это Джосс Гараж, часть первая. На компакте он вышел три части сразу в одной, а в оригинале он выходил отдельно. Первая часть супер известная, супер топовая, как я уже сказал, в Норвегии вообще номер один. То есть это, это счет невероятная за историю рок-музыки. И вот только не надо смеяться, что в Норвегии всего пять миллионов, это очень высокоразвитая страна, и их пять миллионов бьют легко, пятьдесят миллионов каких-нибудь испанцев, я вас уверяю, по технологиям, по качеству жизни, и по многим другим, да и по природе, и так далее, по уникальности, так сказать, строения наших предков-викингов. Это серьезная страна, со всеми ее радостями и недостатками. Вот этот не самый, конечно, крутой альбом, но если кто-то хочет послушать крутого запу, снова двойник. Ну, здесь есть знаковые вещи, ну, во-первых, первая новая гелл, Fine Girl, здесь еще есть не стал ставить, это хэви-метал песня про Изи Мид, то есть это доступное мясо, то есть имеется в виду дешевые девушки, так сказать, шлюшки, вот, ну и, конечно, Bamboozled by Love, этот вот этот блюзрок, здесь все хорошо, просто здесь есть повторение, и это концертная все-таки пластинка, обработанная, но концертная. и потом снова, как я уже сказал, шедевр, шедевр номер 4, но если считать двойники, тройники по пластинкам, то это уже, это абсолютно идеальный альбом, ее очень easy, у нас уже от начала до конца, это студийная, вот, ее настоящая такая рок-работа, с привлечением Стива Вая и других топ-звезд, ну и вот такая вот пластинка условно-идеальная, в том плане, что здесь есть все-таки две сложные композиции, а не только песенная форма или какие-то очень яркие, доступные инструменталы, здесь есть и авангардные куски. Вот такой период, 79-82 год, в 82-м был только один альбом, и снова смены составов, я уже назвал вот и два чернокожих, Айквилис, и прежде всего Рэй Уайт, конечно, и Стив Вай, и вот эти два прекрасных клавишника, Мартин, и, господи, опять с головы летает, я их все время путаю, Томми Марс и Бобби Мартин, главное не перепутать, Март и Марс, да, и завтра вы их увидите на видео, я обязательно, потому что у меня это видео просто есть на DVD, я его тоже увидел когда-то еще на, на кассете, там с какой-то, а, нет, не вру, у меня эта кассета была фирменная, стерео, у меня был стереоплеер видео, VHS, я думал, может на DVD изданут, и вдруг издают, как будто я вот на это самое издают, и я, конечно, сразу купил DVD, как только появились деньги и возможности, вот, но вот эту VHS, я помню, у меня было всего 2-3, по-моему, кассеты фирменных, то есть, американская VHS, сам стереозвук, картинка вообще нереальная, и это, мне казалось, как так видео, и там не какой-то там мудак с прищепкой, там, пошел такой-то матери, сухо, а там стереозвук, как на пластинке, все супер, я вам завтра кое-что покажу, оттуда это гениальный фильм, называется Does Humor Belong in Music, то есть, вообще может юмор сучать музыки, и там он рассказывает кофе, а также, почему он стебется над теми или другими, и чем он занимается, это целый фильм, его надо смотреть, Джуди Фостер, да, еще раз я увидел, спасибо огромное, еще раз делайте, пожалуйста, пиар, если вам не сложно, потому что, если мы хотим это дело продолжать, запа выбор, 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 конечно, неудачный, сразу скажу, за три дня результаты близки к нулю, но это вы его выбрали, запа, то есть, я, честно говоря, вас больше слушать не буду, моих друзей, потому что все так скричали запа-запа, а в итоге никому это на самом деле не нужно, может быть, решили пошутить, так или скалять, типа, ну, попробуйте по запу все 60 альбомов, вот мы уже подходим к концу, завтра будет последняя передача, она может быть самая важная в плане и альбомов, и просто послесловие, оно обычно важнее, чем даже вступление, вот, спасибо всем огромное, не болейте, сегодня там что-то говорил Путин, я не смотрел, но, как я понял, с 1 июня многие идут на работу, кто-то хочет, кто-то не хочет, и пошел, на дачу надо валить, вот, по возможности, если дадут, но у нас дача находится в очаге событий, в Владимирской области, это отдельная тема, всем peace, рок-н-ролл, давай билли Айдлиш, билли Айлиш, айдлиш, я даже не знаю, кто это, я знаю, что это девчонка, что-то фрифриковатая, какая-то, что-то там мутно поет, мне не нравится, она то ли Грэмми получила, то ли Хрэмми, там, шмэмми, запишет что-нибудь, типа запы, послушаем, давайте, я вас обожаю, люблю, и не болейте, главное, все остальное, я думаю, мы переживем, мы уже столько пережили, давайте, счастливо, до завтра, в 7 часов завтра, как штык, про Квин, Владзепельно отменить, Юра, ответь, все, пока, пока,